Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы читаем пятую главу. В первую очередь апостол наставляет Тимофея в том, какими должны быть его пастырские обязанности. И эти пастырские обязанности распространяются на разных людей. В пятой главе речь идет о вдовах и о пресвитерах. Итак, апостол пишет. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. Это такое некоторое начало. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Очень интересная фраза, потому что, конечно же, Тимофей, как человек, воспитанный в патриархальном обществе, он должен был почитать старших, при этом он епископ. А епископ — глава местной общины, глава местной церкви. На нем лежит ответственность за верующих людей, за людей, которые ему поручены Богом, на управление, которыми его, собственно, и направил Павел, и рукоположили его для этого, на устроение этой самой общины, ее жизни. Но при этом, что важно, старца не укоряй. То есть не делай каких-то явных таких прямых замечаний, но увещевай, как отца. И вот это очень интересный подход апостол предлагает, что правильное отношение к родителям предполагает, что мы можем увещевать. То есть какие-то, здесь звучит, упрашивать, уговаривать, показывать, как правильно, но по-доброму. Вот мы представим себе, например, как мы делаем замечания человеку чужому и близкому. Так обычно бывает. Конечно, мы должны одинаково делать им замечания, со всей любовью и со всеми предосторожностями, не навязывая. Разные бывают проблемы, конечно. И замечания отсюда, от этого тоже бывают разными. Но само по себе, сам психарактер этих замечаний, точнее даже того, как именно они делаются, он может быть разным. И вот можно укорять, что это вы тут такое делаете, а можно увещевать. То есть, пап, давай сделаем по-другому. Ну вот так будет лучше. И вот старца увещевай, как отца. Само по себе, конечно, в таком, опять же, в этом патриархальном сообществе сама возможность указывать отцу на какой-то более правильный путь, пусть и очень мягко, увещевая, не укоряя, она, конечно, замечательна. То есть, здесь нет представления о том, что ты прав просто потому, что ты старший, потому что ты отец. Сохотелось и так сделала. Нет, все-таки предполагается, что дети могут говорить с родителями, общаться с родителями, ну если не на равных, то, по крайней мере, тоже с пониманием своей собственной иногда правоты, ответственности с тем, что если ты сам тоже уже вырос, и кое-что понимаешь, ты можешь указать на более правильный путь. Соответственно, старец, а младших как братьев, старец как матерей, а молодых как сестер, со всякой чистотой. Вот интересно, что Тимофей в данном случае к старшим обращается как к отцу и как к матери, а младших не наставляет как чад, не наставляет как тех, кто ниже его, а должен относиться как к равным. Ну, понятное дело, что здесь братья и сестры, они тоже могут быть младшими, и старшие братья и сестры могут указывать младшим братьям и сестрам, как старшие и младшим, естественно. То есть здесь равенство не в таком смысле, что вот, а это для тебя не тот, кому ты можешь указывать, не тот, кого ты можешь наставлять. Нет, здесь акцент апостол делает не столько на равенство, сколько на вот эту близость родственную, что это для тебя не слуги, это для тебя не рабы, это для тебя не просто подчиненные, это для тебя в случае со старшими отец и мать, в случае с младшими брат и сестра. Да, пусть младший брат и сестра, но это для тебя родная душа, и ты должен наставлять с любовью, как родственника, не как совершенно чужого человека, не распоряжаясь его жизнью, просто потому что ты поставлен главой над этой общиной. Да, интересно, что он добавляет, когда говорит о молодых девушках, женщинах, да, как сестер со всякой чистотой, чтобы никаких нечистых, развратных помыслов здесь не присутствовало. Далее как раз, вот я уже сказал, да, о вдовицах. Вдовиц почитай истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей и внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ему бы это угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушаем, чтобы были беспорочны. Очень интересно, да, для нас сегодня вдова это просто женщина, у которой умер муж, но для древних вдова, ну то есть понятно, что это тоже была женщина, у которой умер муж, но никаких социальных гарантий не существовало. И благотворительностью тоже особенно никто не занимался, и поэтому вдова, у которой никого не было, она оставалась совершенно, ну вот просто на милость окружающих. Она могла, может быть, сама попробовать что-то заработать, но тоже в зависимости от возраста. Интересно, что когда евангелист рассказывает о воскрешении сына наинской вдовы, он усугубляет ее горе тем, что сын был единственный, и она была вдова. То есть у нее уже есть сын, да, более-менее там, ну может быть, не столько взрослый, но там не говорится о том, что это был младенец, да, и он умер, и она вдова. И то есть у нее нет ни того, на кого она сможет опереться в старости, ни мужа, который ей мог бы помочь сейчас. А родственники, ну это всегда вот на милость родственников, на милость тех, кто еще как-то там сам зарабатывает и смотрит на тебя, как на того, кого еще надо кормить, если ты, например, зарабатывать не можешь. Да, поэтому положение вдов, и причем это было также, например, на Руси где-нибудь в деревнях, там, в древности, ну не в древности даже, там, в средние века, например, иногда и в 19 веке. Да иногда, к сожалению, и сейчас, да. Но вот для христиан вдовицы были не только женщины, у которых умер муж, вдовицы оказывались, то есть они становились такой определенной прослойкой, определенной группой внутри церкви, они со своей стороны к ним относились с почтением, уважением, их поддерживали, но они несли свои определенные обязанности, они помогали больным, они ухаживали сами за бедными, да, то есть они несли такое вот служение, связанное с милосердием, с благотворительностью в христианских общинах. Понятно, что там во времена апостола Павла, может быть, это не было так развито, и вдовицы просто были группой женщин, которым надо было помогать, потому что им некому было помочь, но потом, несколько позже, в последующие века, вдовицы занимали важную часть в церковных сообществах, и у них были свои обязанности. Определенный был даже чин поставления, специальный, да, вот в такое состояние, вдовица, которая дальше должна будет заниматься определенными своими обязанностями. Так вот, вдовиц, почитая апостол, пишет истинных вдовиц, вдовиц, которые ведут себя как вдовицы и действительно нуждаются. Если какая-то вдова имеет детей и внуча, то пусть они о ней в первую очередь заботятся, да, пусть учатся воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. При этом, если действительно истинная вдовица, то есть та, у которой умер муж, и она одинокая, надеется на Бога, пребывает в молениях, молитвах, день и ночь. То есть она уже не заботится о том, как устроить свою дальнейшую жизнь, молится в первую очередь, да, хотя речь не идет обязательно о том, что она пребывает в храме все время, тем более, понятно, какие там в эфесе храмы в то время, здесь скорее просто, то есть она имеется в виду, что она надежду возлагает теперь на Бога, не на мужа, не на детей, не на родственников, вот она молится теперь. Да, а сластолюбивая заживо умерла, то есть вот одна вдовица теперь пребывает в учении, в благочестивой жизни, в вере, в молитве, а другая, муж умер, и она распутную жизнь начинает вести. И такой апостол говорит, она заживо умерла, то есть она жива, но она мертва в смысле духовном, она мертва как член церкви. Это внушая им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, вот дальше, да, восьмой стих пятой главы, если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Ну, это апостол имеет в виду, что если есть вдовица, у которой есть дальнейшие домашние обязанности, она о них перестает заботиться, о детях, например, да, то она не права, но и если кто-то о ней перестает заботиться, дети о матери, например, да, или брат о сестре, которая стала вдовицей, значит, если о ней кто-то перестает заботиться и говорит, ну, все там, теперь уже мужа у тебя нет, никто тебе не обязан ничем. Вот если кто о своих, и особенно домашних, не печется, не заботится, тот отрекся от веры, и хуже неверного. То есть, не просто, ну, как неверующий, он хуже неверующего, потому что, конечно, и неверующий заботится о своих домашних, естественно. Это очень интересная фраза, которая имеет более широкое толкование естественным. Вот смотрите, что значит «свои», о ком надо заботиться. Например, для главы семьи свои оказываются семейные, своими оказываются родные и близкие. А, например, вот здесь апостол пишет как раз, если кто о своих, и особенно о домашних, вот если бы он просто говорил, если кто о домашних не печется, понятно, что это вот, ну, апостол делает указание только на уровне семьи, каких-то семейных обязанностей. Ну, апостол говорит, кто о своих, и особенно о домашних, не заботится. То есть «свои», кто могут быть человеком своими? Ну, вот, например, берем им город, берем, да, есть мэр города, для которого свои это горожане. Мы берем губернатора, и для него свои это жители губернии, жители области, да. Берем президента, или какого-нибудь, царя, скажем, да, или главу парламента, ну, в зависимости от того, кто управляет и какой там, да, какой строй политический в стране, но вот тот, кто не заботится о своих, и в данном случае глава государства, например, должен заботиться о своих, о гражданах этой страны, да, тот хуже язычника и отрекся от веры. То есть, каждый человек обязан заботиться о тех, кто находится в его зоне ответственности. И иногда эта забота предполагает самые разные вещи. Главное, что мы об этой ответственности не должны забывать. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя. Вот как раз, да, этот самый чин вдовица упоминается. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя бывшая женой одного мужа. Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. То есть, вот эту женщину, которая формально вдова, конечно, у нее умер муж, он был один, она дальше замуж не вышла, она заботилась о своей семье, которая осталась после этого. Вот ее можно наставить, вот ее можно в этот чин вдовиц избрать, да, для того, чтобы она уже была, как, ну, несла это служение вдовице в церкви. Молодых же вдовиц не принимай, вот в это самое сообщество вдовиц, которые там, свои обязанности несут в церковное общение, молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. То есть, когда у молодой женщины умер муж, да, она иногда может плохо себя, ну, неправильно себя вести, начинает стремиться к роскоши, флиртует, да, заводит романы какие-то, и, в общем, для того, чтобы удачно вступить в брак. Апостол пишет, они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. И здесь проблема-то не в том, что они хотят вступить в брак, потому что в других местах апостол пишет, что закон предполагает, что по смерти супруга другой может вступить в брак. Апостол к этому нормально относится, по крайней мере, терпимо и совершенно спокойно об этом пишет, без каких бы то ни было осуждений и обличений. Другое дело, что как эти молодые вдовицы меняют собственное поведение, как они начинают себя вести. Видите, он пишет, при этом они, будучи праздные, приучаются ходить по домам и бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные и говорят, чего не должно. То есть, они начинают вести какую-то уже совершенно такую неблагочестивую, глупую, легкомысленную жизнь и апостол их за это обличает. И так он говорит, я желаю, казалось бы, да, вот он только что пишет, там, вот они, впадая в роскошь и в противность Христу, желают вступить в брак. Может, он осуждает это самое желание вступить в брак, но нет, совсем нет. 14 стих. И так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. То есть, если ты, молодая вдовица, у тебя умер муж, пожалуйста, если особенно у тебя нет детей, вступай в брак и живи дальше благочестивой жизнью, но не живи распутной жизнью, как те самые ложные вот эти вдовицы. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны, то есть, уже были, да, вот такие вдовицы, которые начинали роскошествовать, стремиться к роскоши, к такому легкомысленному поведению и в итоге отпадали от церкви. Если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. То есть, если ты родственница, если у тебя есть родственница, да, вдова, то поддерживай ее сам, если ты тоже верный, если ты понимаешь, что так должно быть. Не обременяй всю общину. Для того, чтобы община, вот здесь по церкви в данном случае имеется в виду община на верующих, чтобы церковь могла довольствовать, поддерживать тех, у кого нет никакой возможности, у кого нет родственников, которые могут ее содержать. Далее апостол обращается к тому, как Тимофей должен наставлять и общаться с пресвитерами. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. пресвитеры, понятное дело, могли заниматься пресвитерскими обязанностями, но они разные. Кто-то служит литургией, и остальные службы суточного круга, кто-то совершает, может быть, какие-то, но в то время не было, я думаю, так развито исполнение треб, хотя понятно, что и люди умирали, и они болели, и необходимо было приходить и молиться вместе, и причащать, и каким-то образом хоронить с молитвой этих людей, умерших верными и церковными. Так вот, да, но он говорит, сугубую честь оказывай тем, которые трудятся в слове и в учении, то есть тем, кто заботится о наставлении верующих, о наставлении верующих. Ибо Писание говорит, не заграждая рта вала молотящего и трудящийся достойно награды своей. Что это значит? Ну, дело в том, что, когда валы, как-как молотили зерно в древности, привязывали вала, он ходил по помосту, на котором была разложена какая-то такая зерновая культура, да, и валы топтали вот эти колосья, и таким образом эти колосья отшелушивались, да, вот, вот этих жестких, от жесткой этой самой оболочки. И, естественно, что вол, когда он ходил по кругу и топтал вот это самое зерно, чтобы его обмолотить, он пытался есть тоже, потому что он видел перед собой еду. и некоторые иудеи из жадности, ну, не только иудеи, а вообще жадные люди в древности, да, они закрывали валу рот, завязывали его так, чтобы волн не мог есть то, что он топчет. И был еще ветхозаветный закон не закрывать рот валу, который молотит, потому что он молотит, он тебе помогает, ты помоги ему, чтобы он был сыт. Так вот, да, и апостол Павел, он переносит это правило, древнее правило, на священников, которые помогают общине. Они молятся, они наставляют ее, они учат, они исполняют свои обязанности, они служат, литургию служат, да, и другие молитвы совершают. И вот он говорит, не заграждая рта валу молотящего, то есть позволяй пресвитеру питаться от своих трудов. Это неплохо, это нормально. Не нормально, когда пресвитер делает целью питание, а не собственные труды. Тут уже другое дело. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Очень интересное правило, да, два или три свидетеля могут обвинить священника, и тогда это обвинение будет рассмотрено. Не сказано обвиняй пресвитера из-за обвинения двух или трех свидетелей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, то есть даже рассматривать не начинай, если кто-то пришел и просто что-то на пресвитера сказал. Но вот здесь тоже важно, что апостол Павел говорит изнутри иудейской культуры, он имеет иудейское воспитание, для иудеев заповедь, одна из десяти заповедей, девятое, не лжесвидетельство, и она чрезвычайно важна была. То есть сказать ложь было практически немыслимо. Мы можем вспомнить, как на Христа с трудом не могли найти людей, которые соврали бы одинаково, потому что люди просто не готовы были врать, они готовы были рассказывать что-то, тем более понятно, что там в ночи, ранним утром Синедрион, кого он там мог найти для того, чтобы что-то про Христа могли сказать. Ну вот, кто-то, кто нашелся, и они даже не могли одинаковое что-то сказать, чтобы Христа можно было обвинить. Настолько было важно сказать правду, правдивое обвинение должно было быть. Сегодня, может быть, из-за такой некоторой девальвации истины, из-за того, что люди вообще не заботятся о том, чтобы говорить правду, и сплошь и рядом говорят друг другу, что считают нужным, а не что есть на самом деле. Может быть, уже и два, и три обвинителя могут спокойно договориться и обмануть, так что принимать-то принимай, но все равно будь начеку. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Ну, здесь апостол, по всей видимости, выражает некоторую такую практику, указывает на практику публичной исповеди. Не столько, он не говорит о тех, кто согрешает, пусть публично исповедуется, на данном случае это об этом не пишет, но согрешающих обличай перед всеми. Конечно, для нас сегодня это воспринимается как что-то немыслимое. Представим себе человека, который изменил жене, его выводят там, да, в центр общины и говорят, а вот, значит, вот он изменил жене и теперь он не будет там, не знаю, год, два, три, пять, десять лет не будет причащаться. Ну, шок был бы немыслимый для того, кто это сделал и для того, кто все это услышал. Ну, вот в то время, видимо, и общинная жизнь была другая, и отношения были другие, хотя, надо сказать, что церковь в итоге отказалась от практики публичной исповеди, от практики вот этих публичных наказаний, только если, ну, допустим, священник или мирянин, согрешивший уже просто по факту того, что он в каких-то других условиях оказывается, люди понимают, что он согрешил. Ну, там, священника снимают с него крест, лишают его сана, запрещают в священнослужении на какое-то время. Люди смотрят, вот служил, теперь не служит, стоит там, за псаломщиком на клиросе, например, да, или что-то еще подобное делает, понимает, да, что он где-то провинился, но и то вряд ли кто-то интересуется, и тем более вряд ли кто-то где-то вывешивает его вину и говорит там, да, то есть вина должна быть объявлена, конечно, но без каких-то подробностей. Здесь согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочий страх имели. Ну, вот здесь апостол, видите, имеет цель все-таки не в том, чтобы обличить и как-то унизить человека, сделать публичным его грех, опозорить его, нет, чтобы и прочий страх имели, то есть вот ты вот прелюбодействовал или ты украл, или ты лжесвидетель, да, например, вот, чтобы другим не было повадно, вот за лжесвидетельство человек наказан, да, скажем, он отлучен от причастия или там, да, какое-то ему дано еще наказание, и другие, не желая, чтобы с ними произошло то же самое, не должны будут этого делать. Но здесь это правило, оно, его возможно было развернуть и в другую сторону, то есть человек видит, что вот лжесвидетели наказали, какое-то время он побыл наказанным, а потом вернулся в общину, да, и что это значит, что я тоже так могу, тоже могу что-нибудь не то сделать, а меня потом тоже вернут. То есть вот это публичное покаяние, публичное покаяние и публичное наказание, оно имело, как апостол Павел пишет, свою пользу от того, что другим неповадно было согрешать, но также люди видели, что для кого-то это наказание не оказывается серьезной проблемой, и со своей стороны они тоже могли брать и плохой пример, и поэтому в итоге в церкви этого не сохранилось. Перед Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Да, для апостола это очень важно. Да, вот ты будь ко всем ровным, относись ровно ко всем людям, не делай ничего по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Ну, про возложение рук речь идет про рукоположение. Сегодня для нас это рукоположение диакона, рукоположение священника, ну там, допустим, да, возможно, и подьякона или чтеца, например, но в древности было довольно много разных чинов, и апостол говорит, не рукополагай, не возлагай руки с молитвой, да, ни на кого поспешно, будь внимателен к тому, кого сегодня мы называем ставленником, то есть человека, которого собираются поставить на определенный чин, чин диаконский, священнический, чин чтеца, вот апостол должен быть очень внимательным, видите, он говорит, не делайся участником в чужих грехах, то есть если человек недостойной жизни, да, собирается стать кем-то, там, диаконом, священником, и ты вот возложишь на него руки поспешно, и его грехи дальнейшие, которых он не оставил, они окажутся и твоими грехами, потому что ты поставил его, там, в диакона, в пресвитера, да, еще в кого-нибудь, и теперь ты отвечаешь за его поступки. Ну, прохрани себя чистым, более-менее понятно. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Здесь, по-видимому, какое-то такое древнее восприятие вина как лекарство или может быть действительно какая-то была болезнь, для которого это было полезно. Грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Ну, здесь апостол уже говорит о грехах и о том, что, то есть он как бы возвращается к теме того, кого рукополагать или не рукополагать, да, и вот некоторые грехи явные, и такой человек осужден, не может быть ни рукоположен, ни там допущен к жизни в общине, а некоторые открываются впоследствии. И именно поэтому рук ни на кого скоро не возлагай, потому что ты должен посмотреть на человека. Соответственно, и добрые дела ты тоже можешь увидеть, пусть и не сразу, но скрыться они не смогут. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok